друзья я вас приветствую в этом ролике я озвучу анонс следующих видео это будет серия видео о том как управлять состоянием в блейзере я скажу что я знаю 4 способа если вы знаете больше пожалуйста напишите в комментариях и на самом деле эти способы они и простые и сложные в каком-то смысле есть очень сложные но очень крутые в том смысле что управление состоянием прям из коробки работает и прям вообще круто все получается а есть более простой вариант и писать кода соответственно меньше и мы начнем по нарастающей но на мой взгляд по нарастающей сложности и собственно говоря я вас прошу подписаться чтобы не пропустили видео это видео анонс и я вас также попрошу задавать вопросы пока видео части готовятся я буду отвечать по мере написания видео и создания новых видеороликов вас благодарю за внимание и увидимся в новом видео через какое-то время всего доброго и пишите правильный код тогда на стоп-стоп-стоп не уходите я пошутил друзья для того чтобы управлять состоянием для начала нужно понять что же собственно такое состояние если углубиться в тексты википедии то состояние это понять обозначающем множество устойчивых значений переменных параметров объекта на самом деле немножко сумбурно и такое слово как множество не знаю попадает туда понятие одно значение ну ладно поехали дальше состояние характеризуется тем что описывает переменные свойства конкретного объекта состояние устойчиво до тех пор пока над объектом не будет произведено действие если над объектом будет произведено некоторое действие состояние может измениться давайте на простом примере смотрите у меня допустим есть какой-то счетчик counter например у него есть свойство count у которого состояние то есть равно изначально 0 потом он появляется со состоянием 1 потом состоянием 2 то есть даже одно свойство внутри какого-то объекта может менять состояние этого объекта речь идет именно об объекте то есть одно свойство ну теоретически конечно можно придумать что это свойство и есть состояние но желательно оперировать объектами так будет проще с ними управляться давайте поговорим про более сложный пример например у нас есть машина пусть будет машина и мы знаем что у меня есть очень большое количество характеристик одно из них например количество колес у нас их 4 бензобак у нас будет полный пустой пусть будет полный двигатель он у нас остановлен или запущен и в данном случае он остановлен ну и драйвер пусть спит вот это вот можно собственно говоря учитывая то что остальные там свойства которые есть у машины цвет ее я не знаю что тип машины неважно легковая грузовая там я имею ввиду что остальное количество свойств мы просто пока внимание не берем они скрылись под плашкой и тиси и собственно говоря вот это вот весь объект объект машины мы называем состоянием он депарк да то есть она на парковке стоит допустим приходит какой-нибудь полицейский и он будет этого самого драйвера и можно сказать что у машины состояние изменилось теперь на repertoire to drive то есть машина готовится к отъезду и собственно говоря изменением всего лишь одного параметра уже меня и текущее состояние надо понимать что любое изменение любого параметра меняет соответственно состояние объекта каким бы этот параметр не было это нужно просто понимать ну и в конце концов у нас водитель проснулся завел машину поехал у будем считать что старт? Hitler поехал и у нас уже состояние называется drive то есть уже в пути собственно говоря речь идет о том что Но для того, чтобы обновить состояние, ну, например, того же самого щёточка, вам нужно что-то сделать. Кликнуть на него или ещё каким-то образом сделать. Это если говорить про то понятие, которое является триггером. То есть, что-то должно изменить состояние. То есть, какой-то другой объект может изменить состояние третьего объекта. Или объект внутри себя, например, по таймеру просто обновили. Часы меняют состояние? Меняют. Собственно говоря, речь идёт о том, что как раз изменение этого состояния и отслеживание изменений в других объектах. Вот в этом, собственно говоря, задача разработчика. И это касается не только Blaser, но и вообще любого другого приложения, если так можно выразиться. Даже в микросервисах их своё состояние. И есть даже такой паттер, называется Eventual Consistency, когда состояние объекта... Ну, ладно, неважно, не будем про это. Не будем. Всё, поехали дальше. Смотрите, давайте поговорим теперь в концепции UI. Допустим, у нас есть какой-то блок меню. Представьте, что он рендерится каким-то компонентом. У нас есть какая-то страничка выбора темы. Ну, то есть, чёрная или тёмная, или светлая. И есть, допустим, страница 1, на которой таблицы нарисованы. Страница 2, на которой там какие-то компоненты. Не знаю, профиль пользователя, в конце концов. И, допустим, пользователь нажимает... Выходит на страницу выбор темы. Меняя темы со светлой на тёмную. А осталось как-то сообщить остальным страницам, что теперь у нас всё должно рисоваться в чёрном или, соответственно, в белом свете. То есть, поменялась тема. Так вот, для того, чтобы это реализовать, это должно, собственно, игра строится каким-то таким образом. То есть, все страницы, все компоненты должны иметь доступ к этому состоянию. То есть, тема равно тёмной, или тема равно светлой. Где-то должно храниться обособленно. И, собственно говоря, это и есть состояние приложения, которое может быть очень большим. Начиная от количества денег на счету, если это, допустим, банковское приложение, или фамилии имени общества пользователя, профиль там, на сайте. Выбор темы, в конце концов. Может быть, корзина, да, которая шарится между страницами разных каталогов. Вот это, собственно, игра управления. Это всё про одно и то же. Так вот, в частности, в Blazor я покажу, как это сделать, можно четырьмя способами. И вам предстоит, собственно говоря, только выбрать, какой конкретный способ вам нужно или можно использовать. Может быть, более сложный, более простой. Ну, то есть, всё зависит от того, какое у вас приложение, что вы собираетесь с ним делать. Вот, жду вас на следующих видео. Подписывайтесь на канал. И вам всего доброго. Наверное, я уже больше вам ничего не расскажу, кроме того, что... Вот, пишите ваши вопросы в комментариях к видео. Вам всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok